В ежедневном мире выкуривается 15 миллиардов сигарет. Вот вы только представьте 750 миллионов пачек, 75 миллионов блоков, горы и окурков высотой с многоэтажный дом. О привычке ценой в жизнь в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Как обычно, ждем ваших звонков. Нет такой избитой темы, которую нельзя было бы избить еще раз. Вот такую фразу мне сказали сегодня мои коллеги, когда узнали о том, что мы с вами будем говорить на тему курения. А действительно, почему все-таки вот именно этому фактору риска для здоровья уделяется такое особое внимание? Да, и первое ваше замечание очень резонное. Я приложу максимальное усилие для того, чтобы не повторять сегодня… Чтобы изменить еще раз. Да, но было не очень больно. Чтобы не повторять самых банальных истин касательно курения. Но действительно, и вот первый вопрос, он очень интересен. Я его задаю студентам-медикам, и они на какое-то время, скажем так, Задумываюсь. Зависают, да, потому что факторов риска очень много. Ну, я накидаю, да, это алкоголь, это соль, это сахар, это жиры, это фастфуд. И нет такого фактора к такому столь сильное внимание. Приковано уже долгие годы, а главное, не где-то в одной точке мира, а везде. И практически в каждой развитой стране мира существует федеральный или национальный закон жестко ограничения курения. Какие-то организационные меры, какие-то… А в чем же особенность? И она есть, а главное, есть она не одна, а по меньшей мере три. Именно, которые отличают курение от всех других факторов риска. Я их сейчас перечислю. Вот любите вы по полочкам разложить. Конечно, да, да, да. Учусь у Фондорина, да. Значит, первый момент. Мы часто в медицине говорим, да, что все, польза и яд, да, все зависит от дозы. Так вот это не касается курения. То есть компоненты табачного дыма, и чуть ниже мы поговорим, и компоненты электронных картриджей доставки веществ, это абсолютные протополоматические яды. Это вещества, отсутствующие в нормальных условиях в организме, являющиеся абсолютными ядами и совершенно противоестественными. И отсюда вытекает, мы еще даже ко второму не перешли. Я развиваю первый пункт. Уникальность первая связана с тем, что это фактор риска, который воздействует практически на все, без исключения, органы и системы, причем одновременно в высокой степени. Обычно фактор риска воздействует на что-то сильно, а на все остальное так же, постаточный. Вот здесь совершенно уникальная ситуация. Это сильнейшее повреждение сердечно-сосудистой системы, но начиная с сосудистого русла, с повышением риска острых сосудистых катастроф по меньшей мере, в два, а кто-то говорит в три раза, не говорит, а расчеты показывает. И параллельно это сильнейший онкогенный фактор, повышающий риск рака легких, например, в несколько десятков раз, порядка в 30 раз. И многие забывают о том, что это важнейший еще фактор риска рака, ротовой полости, желудка, пищевода и так далее. Вот это первая особенность. То есть это абсолютный яд, то есть здесь нету никакой безопасной дозы курения и быть не может. И это сильнейшие повреждающие действия и по линии сердечно-сосудистой системы, и по линии онкологических заболеваний. И по многим другим, но я это просто уж не перечисляю. Уточню, пока вы ко второму не перешли. То есть одна-две сигареты, как считается, ну ничего страшного. А этого не может быть, как мы выясним из второго и третьего пункта. Так. Значит, пункт второй, это табачная зависимость является очень сильной наркотической зависимостью. И это абсолютная казуистика. И вообще такого не бывает, вот это удержание на одной-двух сигаретах. То есть прогрессирование зависимости неизбежно. Хотя бы потому, что по мере курения количество никотиновых рецепторов в организме увеличивается. И потребность курения возрастает. И практически, почти, ну да практически все курильщики, они выходят на вот это вот вокруг пачки, не случайно вот эти вот 20 сигарет. Это происходит всегда. Чуть быстрее, чуть медленнее. Это происходит всегда. Итак, вторая особенность, это настоящее наркотическое, я не играю словами, в учебнике наркологии в любом никотин будет среди наркотических веществ зависимость. А третье, самый сильный отличающий фактор, про который все на самом деле во многом забывают, это особые физические свойства табачного дыма. Это уже не относится к самим курильщикам, как к людям. Они не виноваты в том, что их вредная привычка связана с негативным воздействием других людей. Ничего с этим они поделать не могут. Я всегда говорю, к вам ничего личного, но табачный дым, он летает. Он никого не спрашивает. И поэтому иногда вот на тренингах я люблю такие полемические всякие дискуссии. И меня спрашивают, ну, Александр Ильич, вот вы прям вот, ну вот тут перлись в это курение. Ну, посмотрите, Макдональд, ну, как, нельзя теперь говорить. В общем, фастфуд на каждом углу. Я говорю, слушай, почему вот не так? Я говорю, слушайте, если бы когда я шел мимо фастфуда, из-за столика бы начинали люди выбегать, и мне там моему ребенку, кто полгамбургера запихает в рот, кто четверть, и силой, и силой, там девочка маленькая рядом идет, грудная, она вообще еще мясо не ест, а я опять вот силой запихиваю, я бы тогда по-другому бы говорил о фастфуде. Но пока они не запихивают. К сожалению, особенности табачного дыма связаны с воздействием других людей. И вот тут мы выходим в юридическую плоскость. Поэтому любое правовое государство, стремясь сбалансировать законные права и интересы граждан, оно пытается защитить граждан от окружающего табачного дыма. И никакого закона о запрете и ограничении курения не существует, ни в какой стране, в том числе и в нашей. Закон у нас полное название имеет о защите населения от окружающего табачного дыма. От курильщиков. Да, ну нет, не надо так говорить, да, от окружающего табачного дыма. Потому что курильщик может выйти, на улицу отойти, покурить и вернуться в тот же самый ресторан, и не будет вот того балагана, который был в свое время, когда в совершенно открытом свободном помещении, да, этот был столик не курящий, а вот этот был столик курящий. Было дивно. Да, было дивно, да. А табачный дым, он, конечно, читает эти таблички. Вот, поэтому вот эти три вещи, я думаю, они просто, ну, тут многие, наверное, моменты, которые, может быть, заставят задуматься. Мы сегодня упомянули. Вот первое, о чем нужно задуматься людям, вот эти три особенных параметра курения, о которых нужно себя помнить, и вспоминая о них сто раз подумать, стоит ли начинать. А вот оппоненты ваши, Александр Владимирович, говорят, что до сих пор научно не доказано, что курение – это вредно. Что вы на это скажете? Я скажу, что существует самое лучшее доказательство, на самом деле, судебная практика мировая. Вот, естественно, суды, во-первых, они, как правило, соревновательные. Во-вторых, ресурсы табачных компаний очень велики. И вот эти многомиллиардные иски, которые почти поставили на грани существования классическое курение во многих странах мира, они связаны с абсолютно безусловной доказательной практикой. Если кому-то нужен яркий пример, я скажу про актера, исполнителя «Ковбоя» в известной рекламной саге «Страна Мальборо». Мы с вами, может быть, я-то помню, вы не знаете. Нет. Да, вообще… Так, я что, намного так старше? Вот, значит, это было как бы и перед фильмом, и в Самаре, и в Советском Союзе, везде показывают перед фильмами. Это одна из самых известных рекламных компаний. Ну, она не содержала в себе прямой рекламы сигарет, но это очень красивый мужской образ, символ свободы, лошадей, красивых видов и постоянно какой-то дымки, костра. Вот это все. Ну, считается, что с точки зрения креатива, это одна из наиболее талантливых компаний и наиболее смертельных компаний. Так вот, ирония судьбы, и злая, и добрая ирония, заключается в том, что самый известный исполнитель, это, ну, в общем, любимый женщин всего мира, очень красивый мужчина, Вейн Макларен, исполнитель этого «Ковбоя», он заболел раком легких. И вот тут случилась вещь уникальная, просто кто не верит, почитайте все в интернете. Человек, который, на самом деле, конечно, актер, лицедей. Вы знаете, он оказался внутренним настоящим «Ковбоем». И когда он заболел, остаток своей жизни он посвятил борьбе с курением. И это был первый бой человека, одинокого человека с миллиардными компаниями. То есть против него было применено все, вплоть до того, что просто стали отрицать, тогда еще были такие темные времена, что это вообще не он, и он нигде не снимался. А он настолько имел вот волю, что хотя лечения практически не было, у него даже не очень агрессивно развивался рак легких. То есть он выжил дольше, чем должен был быть, благодаря тому, что вот он имел этот заряд все-таки сказать людям правду. И умер, по сути дела, уже только тогда, когда метастазы распространились в мозге, как бы вот от вторичного метастатического рака. И он сказал фразу, о которой я часто говорю молодежи, ну, не знаю, может быть, молодежь нас тоже смотрит. Я ее приведу. Он сказал, что жить, конечно, надо полной жизнью, и пробовать нужно все. Умоляю вас об одном – никогда не курите. Потому что курение рано или поздно обязательно убьет вас. Убьет вас так же, как убил у меня. А знаете еще, что история-то и сама по себе это интересная? А еще три исполнителя этой роли… И у всех рака легких? Умерли от рака легких. Ну, это прям рок какой-то. Это нет? Это? Закономерность? Вот почему мы говорим рок? Это? Нет никакой фразы, которую мы неправильно понимаем. Курение убивает, нужно убрать отсюда весь пафос. А говорить повествовательно, как белый снег, темная ночь. Курение убивает. Когда мы начнем это говорить очень правильно, просто как спокойную констатацию. Оно больше ничего не делает. Табачные компании угут, первый тезис. Второй тезис – курение убивает. А давайте тогда разберемся, каким образом попадают под удар все органы человека. Я понимаю, курильщик вдыхает этот вредный дым, и он поражает легкие. Вот это понятно. А какое отношение сердце, печень, желудок, что еще может попасть под удар? Потому что дым содержит порядка двух тысяч токсичных компонентов, в том числе сильных канцерогенов. Канцерогены действуют не только контактным образом по дыхательной системе, но и всасываясь в кровь. Затем вызываются, ну, как бы обычный канцерогенный эффект, который заключается в том, что усиливается, увеличивается количество мутаций, да, генетических ошибок в клетках. И, к сожалению, у некоторых людей это увеличенное количество сбоев при размножении клеток приводит к тому, что в один несчастливый день, вот в процессе этого размножения клеток, возникает злокачественная опухоль. А воздействие на сердечно-сосудистую систему, оно несколько иную природу имеет. Сам по себе никотин, он очень активно действует на сосудах, кстати, это все курильщики знают. И вот эта вот раскачка сосудов вызывает перегрузку сердечно-сосудистой системы, изменение общего противического сопротивления сосудов. При каждой выключенной сигареты сначала в одну сторону, потом в другую. И постепенно развивается повреждение миокарда, которое усугубляется поражением дыхательной системы. То есть нагрузка возрастает, а кислорода меньше. И я уж, если мы сегодня, что-то я хотел без страшилок, но давайте назову еще одно заболевание, которое, на самом деле, очень много. Но мы очень мало видим этих людей, потому что они находятся дома, многие из них прикованы к постели, к аппаратам, к кислородоснабжающим аппаратам. Это хроническая абсурдивная болезнь легких. Когда на фоне поражения, основная ее причина, это курение, практически почти единственная причина хронической абсурдивной болезни легких. Так вот, что я хочу, во-первых, это болезнь абсолютно смертельная. То есть легкие просто альвеолы рвутся, они становятся безжизненными мешками, и сама газообменная функция легких медленно прекращается. Самое страшное слово из тех, которые я сказал, медленно. То есть люди с Хоббл умирают от медленного удушья, которое развивается в течение нескольких месяцев. То есть более страшный исход, наверное, сложно себе представить. И на сегодняшний день все, что можем делать, это увеличивать концентрацию кислорода. К этим все менее и менее функционально легких. И никогда в итоге мы не можем дать достаточное количество кислорода. То есть это как медленное утопление. Ну что может быть хуже? У меня есть знакомые, которые в ожидании операции на сердце и после нее все-таки продолжают курить. Сдависимость. Это второй пункт, второй, из которых я говорил. Поэтому вот это сочетание, оно крайне зловредное. Оно крайне зловредное. И вот намного, действительно, я искренне говорю, бросать сложно. Не начинать просто. Хорошо. Но все-таки мы, наверное, больше говорим о тех, кто уже начал. И скажите, насколько обратимы вот все эти процессы в организме, если человек все-таки бросает? Они обратимы в высокой степени. Это единственная хорошая вещь, которую я могу сказать о курении. Единственное, все в разные сроки. Главное, чтобы человек оставал в запасе столько времени, чтобы обратить. Вот смотрите. Значит, как человек бросает курить, у него с первых же недель начнутся улучшения. Вначале простые поверхности на него порадуют. Это у него будет восстановление обонятельных фокусовых рецепторов, которые перестанут постоянно поражаться табачным дымом. Он уже как бы увидит больше красок. И такие поверхностные эффекты сердечно-сосудистой системы через несколько месяцев у него улучшат. То есть у него будет меньше одышки при подъеме на лестнице, при физической нагрузке. В дальнейшем статистика показывает, что как бы после там года-двух отказа от курения у него уже реально снизится риск внезапной сердечно-сосудистой смерти от инфаркта миокарда или инсульта. Через 5-7 лет снизится риск рака легких. Другой вопрос, что у человека должны быть в запасе эти годы. А что еще очень важно в понятии, что важно, количество никотиновых рецепторов, про которые я говорил, оно вот как увеличивалось от курения, при отказе от курения, оно постепенно начинает уменьшаться. И это вот действительно очень важный такой позитивный момент, который я могу сказать, что да, это очень сложно, нужно перетерпеть. Но если перетерпеть, мы видим таких людей, которые не просто отказались от курения, им реально не хочется больше. Это вот очень важно. То есть это с какого-то этапа, это уже не требует постоянной борьбы с собой. Я с многими такими разговариваю, говорю, слушайте, а если вот рядом курят, а если вот в телевизоре курят, они говорят, а вот теперь как бы, теперь хорошо, теперь безразлично. Это хорошая новость. Но путь-то непростой. Да, тоже занимающиеся, скажем так, годы. Да, сейчас поговорим, наверное, об этом, но давайте сначала узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В России зафиксированы первые случаи мекоплазменной инфекции. Для нее характерны высокая температура, озноб и образование узелков в легких. Роспотребнадзор планирует ввести санитарно-карантинный надзор для рейсов из Китая. Заболеваемость ВИЧ-инфекции в Самарской области снизилась на 25%. На сегодняшний день медики обследовали около 30% жителей губернии. Также значительно снизилось выявление инфекций у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Каждому жителю обеспечен универсальный доступ к тестированию. Врачи Самарского онкодиспансера впервые провели операцию по удалению лопатки и индивидуальному эндопротезированию плечевого пояса. Протез изготовили на современном оборудовании в индустриальном парке «Преображенка» сам ГМУ. Медики прогнозируют практически полное восстановление функции конечности. Заболеваемость коронавирусом в стране пошла вверх. За несколько дней она выросла на 23%. За неделю в Самарской области выявлено 4243 заболевших. Летальных исходов в регионе не зафиксировано. Врачи-офтальмологи больницы Ярошевского начали проводить лечение по новой уникальной методике лечения заболеваний сетчатки глаза. Специалисты используют современное лазерное оборудование, которое больница приобрела первой в стране. Процедура стимулирует способность клеток к регенерации и приводит к улучшению зрительных функций. Мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. Мы говорим о курении. И у меня к вам вопрос на засыпку. Почему 55% врачей мира, зная о вреде курения, продолжают курить? Ну, цифра, мне кажется, немного завышенной. Надеюсь, что это так. Прямо прилично. Я думаю, все-таки это с не очень развитыми странами взять. Прямо очень большая цифра. Потому что я вот посмотрел сегодняшнюю статистику, конечно, российскую. Она, мне кажется, заниженной. Но, тем не менее, истинно где-то посередине. У нас получается порядка 32-30% мужчин курящих, порядка 10% женщин, порядка 16-20% общего населения. Но я не думаю, что врачи курят больше, чем общее население. Но на самом деле, это... Ну, что там греха дарить? И, в принципе, и с алкоголем бывают проблемы. Это нервно-психические перегрузки, желание химической коррекции настроения и химической коррекции перегрузки, а потом включение мощнейшего механизма зависимости. То есть это скорее говорит не о безопасности курения, а это скорее говорит о силе химической зависимости от никотина. И я хочу сказать, что, конечно, у меня с студенческих лет, я как сейчас помню, тогда, я не знаю, как сейчас расположены клиники, внутри зданий клиниками университета, но вот была клиника факультетской хирургии, где как раз ангиохирургия, где ампутировали ноги курильщикам в связи с их эндертериитом. И идешь иногда на занятия полещенной клетки, вот, и стоят там на костылях кто-то без одной ноги, кто-то без двух курит. Но вообще мужчины иногда бросают после инфаркта или после ампутации. А вы курили? Я не курил. Я один раз пробовал, просто, ну, просто пробовал, кстати, еще с одним известным доктором, частым вашим гостем. Вот, просто интересно было. И еще пробовал в молодости фокусами, увлекался, там мне нужно было как бы табачный дым. Вот, ну, как бы... Еще одна хорошая новость по курению, на самом деле это всегда неприятные ощущения первые. То есть нужно себя очень сильно переломить, чтобы начать курить, да. То есть где-то у меня две сигареты в анамнезе. Вот в моей 55. Это неплохо, я считаю. Александр Владимирович, ну, все-таки закон, о котором вы говорили, закон о защите наших граждан от окружающего табачного дыма, он, надо сказать, что принес свои плоды. Курить стали просто значительно, визуально, по крайней мере, меньше. Но и сейчас многие перешли на безопасный, я сейчас слово «безопасный», не знаю, ставить ли его в кавычки, способ курения. Это вейпы, электронные сигареты, кавьяны. Ну, вроде как бы и окружающим не вредит. В вашем вопросе два шикарных вопроса, на самом деле. Вначале по 15-му федеральному закону. Действительно, он сыграл огромную позитивную роль. И давайте мы сейчас даже пока будем не пропространенности. Два таких, я бы сказал, две глыбы, которые он сдвинул. Индустрии гостеприимства и индустрии общественного питания. Сколько было одних же самих разговоров. У нас упадут прибыли, у нас все будет плохо. Это входит в культуре. Мы им говорили, мы им показывали статистику по всем абсолютно сторонам мира. Удовлетворенность людей, причем независимо курящих или нет, от отелей и ресторанов после запрета курения возрастает. Почему? Ну, понятно, почему среди некурящих возрастает. Да, мы уже говорили о тех свойствах табачного дыма, которые по ресторану летают, невзирая на табличках. А, кстати говоря, запах, который остается в комнатах отелей, тоже невзирая от того, что комната переименована в некурящие. Все с этим сталкиваются. Но есть и вторая сторона. Нормальный курильщик, здравомыслящий человек, ну, знаете, такой беречь карму. И вот он тоже, ему это тоже неприятно. Он же чувствует вот это отношение, оглашенное или не оглашенное. То есть, когда вот индустрии гостеприимства, индустрии общественного питания освободились, получилось, что и курильщиками ими могут пользоваться в большей мере и в лучшем настроении. Ну, уже тем более не курильщики. И опять же, я не назову одну сеть, а вы догадаетесь, одна из известных в мире сеть фастфуда, которая не отличается ни большой социальной политикой, ни заботой о людях, но которые очень четко понимают, где прибыль берется. Они всегда были абсолютно не курящими. Вы считаете, из-за заботы? Они прекрасно знали, что это прибыльно, потому что под это подкручивается, подвязывается раскрутка места, как место семейного отдыха, как место детского дня рождения. Но я уже слишком много сказал, возможно, догадаетесь, о чем речь. Они всегда были. И очень многие места до законов в разных странах были не курящими, просто потому что они понимали, что такое прибыль. Вот. Это хорошая новость. Плохая новость. Мы рискуем почти все потерять. Все достижения финансово-фетерального закона из-за электронных устройств и доставки никотина. Еще один интересный момент сюда же. Табачные компании сейчас с удовольствием подтверждают вред классического курения. К вопросу, а что виситает доказательством? А то, что они сейчас его сами признают. Но так как, еще раз говорю, они лгут, как дышат, естественно, признают они с единственной целью, чтобы сказать, а вот наши новые устройства, они свободны. Теперь от того, да, тогда мы не знали, оказалось, беда-беда нехорошо вышла. С обычными сигаретами миллионы людей мы убили. Вот. Но теперь мы исправились. Вот. Значит, что касается доставки никотина. Все очень и очень печально. Первое, что печально, это сам никотин. Там меньше действительно компонентов. Там нету компонентов острой токсичности. Это, на самом деле, с моей стороны, плохо. Потому что, если выкурите 4 сигареты, то человек затошнит. Ну, и, в общем, он не сможет. Короче говоря, по крайней мере, без специальной подготовки. С картриджами этот порог размыт. Человек не ощущает острого токсического эффекта от картриджа, но зависимость развивается намного быстрее. Мы не знаем дозы никотина, но никотин дешев. И я уверен, что его там немало. Потому что, если вы производили товар, спрос на который зависит от степени зависимости, вы бы старались, чтобы зависимость была больше. Два обязательных компонента картриджа – глицерин и пропиленгликоль. Без них нельзя смешать компоненты, во-первых, и без них не бывает красивого белого пара. Оба эти компонента при нагревании образуют альдегиды. Альдегиды являются сильнейшими канцерогенами. Где еще врут представители фармкомпании? Сейчас я не устану это повторять. Когда они что-то произносят, они врут сразу. Они другого не произносят. Они же говорят, что ставим термореле, нагреваем до нужной температуры. Загляните, не поленитесь, в любое электронное устройство нагревания никотина. Поищите термореле. То есть это просто показывает их отношение к людям. И насколько они уверены, что чем более наглая вложь, тем она лучше проходит. А я вам скажу, какое там термореле. Пока батарейка новая или аккумулятор заряжен хорошо, а температура повыше, когда старая, пониже. Вот, все термореле. И самое главное, что, конечно, мы создали новую точку входа для детей в курение. И люди, ну и дети, и взрослые впадают в, безусловно, двойную зависимость. То есть они, раньше они входили в курение через классическое курение, а потом начинали вейпить. А теперь они входят через вейпы, а потом и курят, и вейпят. Вот. И все, что происходит. Очень печально. Во всем мире колоссальная проблема. Нужны такие же. Точнее, не то, что такие же, а просто нужно приравнять. Вот, с моей точки зрения. В принципе, к этому сейчас все идет. К курению. И очень серьезно нужно этим заниматься. И описаны уже Эволи-синдром. Острый синдром. Во мой случае, летальный. До конца не изучено. Чем конкретно? Но это когда такое молниеносное поражение легких, связанное с потребением электронных устройств, вплоть до того, что летальные исходы описаны. Ну, в нашей стране, я не знаю, есть ли летальные. У нас мало. Но в некоторых странах уже достаточное количество. И я хотел бы оказаться плохим правительством, но я окажусь хорошим правительством. Знаете, что скоро вы увидите в СМИ? То, что табачные компании признают вред электронных устройств доставки никотина. Они же что-то новое придумали. Да, да, да. Но по их абсолютно достоверным научным исследованиям будут показывать, что устройства нагревания никотина свободны от этих недостатков. То есть кому не надоело в этом смертельном балагане участвовать, да, вот, можно участвовать. По-моему, уже пора понять. За всеми, начиная с сигарет и устройствами, стоят одни и те же люди, одни и те же коммерческие интересы. Если для кого-то еще важно, это уникальный бизнес, потому что в нем вообще никогда не было ни советского рубля, ни российского рубля. Целиком недружественный нам бизнес. А вот эти пары, которые выдыхают при курении электронных сигарет, опасаться ли окружающим? Опасаться, безусловно, да. И это подтверждено. Пары, выдыхаемые, менее опасны, чем... Прикурение сигарет. Прикурение сигарет, да. Потому что там меньшее количество компонентов. Да. Но здесь, опять же, это компенсируется другим. Длительность употребления, количеством этой пары. В итоге, в общем, все может выйти то и на то. Интересный разговор у нас сегодня получился, Александр Владимирович. Мне казалось, что вот в этой теме уже действительно ничего нового сказать нельзя. Но вот то, что вы аргументированно доказательную базу сегодня приводили... Можно даже все забыть. То, что я сказал, нужно хотя бы вспомнить то, что сейчас табачные компании стараются на каждом углу рассказать о вреде обычных сигарет. Только с определенной целью. Ну что ж, надеюсь, что не в пустоту ушли сегодняшние все аргументы. Спасибо, что пришли к нам в студию. С нашими зрителями мы увидимся ровно через неделю. Пожалуйста, думайте о своем здоровье. До свидания.